Здравствуйте! Я буду говорить о путешествиях с антропологической точки зрения. Все любят путешествовать. Хотел я начать свою лекцию, а потом подумал, что это преувеличение. Человек – существо свободное, во многом непредсказуемое, а это означает, что не все любят путешествовать. Путешествуют наверняка из тех, кто этого не любит. Но, я думаю, корректно будет сказать, что очень многие любят путешествовать. Из тех, кто любит путешествовать, все, ну, наверное, не все, но многие, полагают, что путешествуя, они преследуют свои интересы. Либо интересы развлечения, либо интересы развития. На то приходят антропологи и говорят, что существует такая сторона в путешествиях, которая может быть путешественником незаметно. И путешественник преследует далеко не только свои интересы, а, возможно, не осознавая того, или в большинстве случаев не осознавая того, участвует в реализации социальных функций. Вот, слушая Сергея, в начале его лекции я уловил мысль, что люди существуют ради организации. Вот я буду сейчас говорить примерно о том же. Когда мы путешествуем, мы делаем это не ради себя, а ради общества. Для того, чтобы показать это, я вернусь к заре человеческой истории. Ну, собственно, антропология прежде всего занимается чем? Занимается изучением проблемы антропогенеза, потому что в момент происхождения, в момент рождения человека и человеческого общества были заложены многие институты, многие установления, которые сейчас настолько для нас естественны, что мы даже не осознаем их работы. Так вот, когда мы, люди, только появились на свет, для нас перемещение в пространстве было настолько естественным занятием, что даже не было ценностью. Но антропологи в один голос говорят, что первоначально человек занимался охотой и вел бродячий образ жизни. Поэтому спросить его, нравится ли ему путешествовать, все равно, что спросить, а нравится ли дышать. Ну, нам приходится дышать, а первобытному человеку приходилось перемещаться в пространстве с места на место для того, чтобы находить новые охотничьи угодья. Но затем в жизни людей происходит революция. Эта революция связана с переходом к оседлому образу жизни. И с этого момента путешествовать или не путешествовать, не путешествовать, становится предметом, ну, наверное, не выбора. Не всегда люди выбирают, путешествовать им или нет. Во многих культурах путешествовать запрещается, а в некоторых путешествие приписывается. То есть путешествовать или не путешествовать зачастую за человека выбирает общество, а не он сам. Как только люди осели, путешествие становится привилегией людей управляющих, поскольку перемещение в пространстве – это функция контроля территории. То есть тот, кто путешествует, тот, кто имеет возможность перемещаться в пространстве, тот контролирует территорию. И тот создает, собственно, территорию создает. Потому что что такое территория? Территория – это то, что вообще-то не дано нам в наглядном представлении, то, что мы не можем увидеть, занимая ту точку пространства, которую мы сейчас занимаем. Поэтому для того, чтобы создать территорию, нужно перемещаться в пространстве. И тот, кто перемещается, тот и создает территорию. Ну, можно предложить игру слов, что страну создают странники. Нет странников – нет и страны. Но не все странниками могут быть. То есть появляется группа людей, которая превращает перемещение в пространстве в привилегию. Каким образом это можно сделать? Потому что, ну, вообще-то трудно людей привязать к месту. Они склонны перемещаться в пространстве. Поэтому для того, чтобы превратить путешествие в привилегию, нужно сделать две вещи. Во-первых, нужно научиться перемещаться быстрее, чем перемещаются другие, чтобы контролировать территорию. Поэтому контроль территории предполагает работу над скоростью, увеличение скорости перемещения. Ну, в речных цивилизациях быстрее перемещаются те, у кого есть скоростные речные транспортные средства. Например, в Древнем Египте очень быстро по Нилу перемещался фараон вместе со своей гвардией на быстроходных судах. Он мог появиться в самое неожиданное время в любой точке своих владений и наказать того, кто не хочет ему подчиняться. Там, где нет развитых речных сетей, помогают животные. Ну, например, известно, что, собственно, русское слово «князь», «правитель» указывает на то, что этот человек владеет конем. И именно это обстоятельство делает его способным передвигаться быстрее, чем другие, а значит контролировать пространство. Таким образом, тот, кто быстрее перемещается в пространстве, тот его и контролирует. Ну и вообще само перемещение в пространстве – это функция правителя. Ну, если вспомнить русскую историю, то средневековую русскую историю, то вы, наверное, помните, что восточнославянские князья совершали так называемое полюдие. То есть перемещались по своим владениям для того, чтобы собирать подати и отправлять в судебную власть. И это касается не только восточнославянских князей, это касается и францских королей. Например, король всех королей, как бы, король по существу Карл Великий имел несколько столиц. То есть, если вы задаетесь вопросом, а где же была столица у того, кто, собственно, создал монархию западноевропейскую, кто заложил основы западноевропейской монархии, то вам назовут несколько городов. А в хрониках Карла Великого описаны траектории движения этого правителя от города к городу. То есть для того, чтобы контролировать большую территорию, он должен был быть постоянно в движении, он не мог сидеть на месте. Но отчасти эта проблема может быть решена тогда, когда монарх сидит на месте, но для этого он должен создать эффект присутствия. Ну, например, повсюду разместить свои изображения. И эти изображения создают эффект присутствия правителя повсеместно. И второе, что нужно сделать для того, чтобы превратить путешествие в привилегии, нужно запретить путешествовать другим. Ну, я приведу один исторический пример. Это запрет бродяжничества в Англии в раннее новое время. То есть бродяга – это человек неблагонадежный, это человек, который приходит неизвестно откуда, уходит неизвестно куда, и, как считается, оставляет после себя разорение, ранение, трупы, ограбленные дома. И складывается именно такой образ бродяги. И бродяжничество часто наказывалось высшей мерой наказания. Но вот обратной стороной такого отношения к бродяжничеству является, наоборот, воспевание бродяжничества в искусстве. То есть бродяга – это тот, кто вышел, вырвался из структур власти. Ну, я вот вспоминаю в связи с этим строчку современного поэта и музыканта Бориса Гребенщикова. «Я не хотел тянуть боржу, поэтому я хожу в броджу». Что такое боржа? Боржа – это аллегория. Это аллегория тягла. Это аллегория тех обязанностей, которые общество возлагает на человека. Если ты не хочешь тянуть боржу, то тебе не остается ничего другого, как ходить бродить. Но, тем не менее, уже в древности возникает такая форма путешествия или перемещения в пространстве, которая вполне признается, допускается и легитимируется. Это паломничество. Ну, паломничество – это перемещение в пространстве на достаточное расстояние для встречи с тем, что для человека является святыней. Ну, что такое достаточное пространство? Я думаю, это пространство такое, которое невозможно покрыть за один день. То есть паломничеством будет такое движение, или путешествием будет такое движение, когда вы не можете переночевать снова дома. Ну, это тоже очень важный инструмент контроля пространства. Это хорошо видно на примере армии и тюрьмы. Вот солдат может перемещаться в расположение части, как угодно, но вечером, на вечерней поверке, он должен оказаться здесь. Если его нету, значит, он оставил часть, то есть совершил преступление. Ну, я вспоминаю один советский фильм, где такой заключенный, который находился на поселении, должен был обязательно вернуться к вечерней поверке, потому что если он не окажется ночью в месте заключения, то это означает, что он совершил побег. А? Да, вокзал для двоих. То есть для того, чтобы совершить путешествие или паломничество, нужно оторваться от своего дома, не вернуться туда к ночи. И тогда ты вырываешься из тех структур власти, которые удерживают тебя здесь, в этом месте. Но почему возникает вопрос, почему паломничества допускаются? Почему кто-то из власть имущих идет на такой риск? Риск утраты контроля над пространственным перемещением человека? Ну, я думаю, ответить на этот вопрос можно так. Значит, это в интересах самой власти. Что, собственно, дает паломничество власти? Я думаю, что паломничество – это средство укрепления солидарности. То есть когда группа людей, живущих достаточно далеко друг от друга, совершает путешествие к одному месту, то эта группа людей вступает в солидарные отношения. Причем не обязательно им друг с другом быть лично знакомым. Достаточно посетить одно место. Как это происходит? То есть каков механизм солидаризации через паломничество? Я думаю, что этот механизм солидаризации хорошо описывается при помощи одного антропологического понятия. Понятие коммеморации – это совместные воспоминания. То есть как сделать так, чтобы люди жили солидарно, в том случае, если они не видят друг друга и не знают друг друга? Для этого нужно создать общие воспоминания. Если мы одинаково вспоминаем об одном и том же, то мы солидарны. Вот паломничество – это и есть средство создания общих воспоминаний. Причем, я пример приведу. Поднимите руку, кто может в воображении представить себе Красную площадь. Хорошо. Почти все руки подняли. Я бы хотел сказать все, но человек – существо свободное. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто может представить себе, вообразить вот так вот, Трафальгарскую площадь. Гораздо меньше. Ну, я думаю, это говорит о том, где проходят линии солидарности. Но, разумеется, этого мало. То есть мало себе просто представлять воображение и Красную площадь для того, чтобы ощущать солидарность с теми, кто тоже ее может себе вообразить. Потому что, на самом деле, один представляет себе Красную площадь с одними чувствами, а другой, может быть, с другими. Для кого-то это символ величия для России, а для кого-то это символ власти, давящей. Поэтому, конечно же, нужно сделать так, чтобы эти чувства, то есть не просто образы были одними и теми же, но чтобы чувства по поводу этих образов тоже были одними и теми же. Собственно, техника паломничества и создает эти общие переживания, общие чувства по поводу одних и тех же мест. Как это происходит? Ну, я внимательно в свое время изучал то, как организовывалось паломничество в Святую Землю в Средние века. И недавно, готовясь к этой лекции, я на одном из сайтов нашел описание паломничества в Мекку современной москвички. И я сравнил эти два описания и увидел нечто общее. То есть, как сделать так, чтобы путешествие или паломничество оставило глубокие чувства. Можете воспринять это как технологию. Что, во-первых, нужно сделать? Во-первых, необходимо подготовиться к паломничеству. То есть, уже знать что-то о том месте, куда вы отправляетесь. То есть, изучите, почитайте сначала о том месте, куда вы придете. Но в Средние века существовали описания паломничества, так называемые итенерарии, которые читались образованными людьми. То есть, тот, кто отправлялся в Иерусалим, уже об этом, уже знал, что он там встретится. Ну, я думаю, даже необразованные люди, когда они отправлялись в паломничество, они слышали рассказы от тех, кто там уже был. Второе. Конечно же, нужно прийти к месту паломничества не таким, каким ты вышел из дома. Как это делалось? Ну, обычно в Иерусалим в Средние века паломники отправлялись из итальянских портовых городов. Это самый быстрый и сравнительно безопасный способ попасть в Иерусалим. Откуда-нибудь выплыть из Венеции или из Генуи и приплыть в город Яфу, а оттуда пешком дойти до Иерусалима. Но что нужно сделать? Во-первых, надо переодеться. То есть, одежда паломника должна отличаться от повседневной одежды. Поэтому у паломника была своя форма. Но если кто-то видел изображение паломничества в Мекке, вы, наверное, обратили внимание, что там люди все в белом ходят. То есть, это обязательная одежда паломника, белая одежда. Далее. Что делали в Средние века паломники и что делают современные паломники в Мекку? Они принимают на себя определенные обязательства. Обеты. То есть, нужно вести себя в путешествии, в паломничестве не так, как ты ведешь себя дома. И третье. В месте паломничества нужно обязательно совершить какие-либо церемонии. Ну, для религиозной культуры это, разумеется, религиозный ритуал. То есть, не просто созерцание с фотоаппаратом в руках, а именно участие в определенном церемониальном действии. И тогда, как утверждает многовековой опыт паломничеств, вы вернетесь без фотографий, но зато с воспоминаниями, воспоминаниями, насыщенными эмоционально. И наверняка вы сможете эти воспоминания воспроизвести более детально и точно, чем даже фотографии, которые вы привезете с собой из путешествий. Так вот, ну и, собственно, поскольку все паломники переживают примерно одни и те же чувства, а это сильные чувства, я читал воспоминания этой мусульманской женщины-москвички, она говорила о том, как она плакала, когда шла вокруг Каабы, как она продумала всю свою жизнь, как она переживала по поводу своих детей, и которых она не смогла воспитать в своей религии, и они стали православными. И вот эти все слезы она лила, пока обходила Каабу. Но перед этим, если вы посмотрите изображение Мекки, то вы увидите, что прежде чем мусульманин будет обходить вокруг Каабы, он сначала видит это действие. То есть он как бы спускается вниз и сначала созерцает этих белых людей, которые медленно обходят вокруг куба, накрытого черной тканью. Вот поэтому это сильные чувства, конечно же. Но, да, и вот тот эффект, который создает паломничество, описан современным российским антропологом Татьяной Щепанской. Она практикует так называемые включенные наблюдения. И сравнительно недавно вышла ее статья, посвященная паломничеству на Русском Севере. Там много православных святынь, местно почитаемых. И там институт паломничества очень хорошо развит. И вот она сама приняла участие в паломничествах, много общалась с теми людьми, которые в это паломничество ходили. И она ввела такой интересный концепт. Она назвала то сообщество, которое организуют. То есть это люди из разных мест. Но когда они движутся по святым местам, они образуют сообщество, которое Щепанская назвала кризисной сетью. Почему кризисная? Потому что обычно это люди, у которых есть повод идти в паломничество к святым местам. Есть причина идти в паломничество к святым местам. Это кризис. Какой это кризис в жизни? Причина или цель? Причина. А причина дает цель. И затем, и когда они совместно совершают паломничество, они, собственно, этими причинами делятся. То есть они тем самым создают некое общее смысловое поле, которое создает вот эту солидарность, это единство. И когда я читал статью Щепанской, я сопоставил это с тем, что мне было известно о первых христианских общинах. То есть первые христианские общины, видимо, тоже представляли собой такую антикризисную сеть. Потому что раннехристианские источники говорят о том, что многие христиане постоянно перемещались из общины в общину. То есть путешествие для них было обычным делом. Тем самым они создавали особое сообщество, нетерриториальное, то есть транслокальное кризисное сообщество, которое во многом было альтернативой территориальной власти Римской империи. Таким образом, для них путешествие было формой в каком-то смысле политического сопротивления. Сопротивление той власти, которая была сопротивление Римской имперской власти. Но затем смотрите, что происходит. Когда империя становится христианской в IV веке, тут же, вот интересное историческое совпадение, как только Константин Великий признает христианство официальной религией империи, тут же императрица Елена отправляется в Палестину и начинается подготовка святых мест для будущего паломничества. Империя оседлала этот институт для того, чтобы использовать его в своих целях. То есть теперь империи, святая земля, нужна для того, чтобы создавать транслокальную сеть подданных императорам, объединенных общностью веры и солидарных с императором, который эту веру сделал, главной верой своей империи. И тогда что происходит? Тогда христианские богословы начинают выступать против паломничества. Один из отцов церкви, Григорий Низкий, неоднократно выступает против того, чтобы христиане отправлялись в святую землю, потому что паломничества превратились в развлекательное путешествие, пишет Григорий Низкий. Люди забывают, зачем они туда идут. Они думают, что они идут развлекаться или развиваться. А на самом деле они включаются в имперские сети. Второй всплеск паломничества в Европе связан с расцветом католической церкви в Средние века. Вот XI век историки называют «золотым веком паломничества». Именно тогда из Западной Европы масса людей отправляются в Иерусалим. И опять интересно историческое совпадение. Дело в том, что в XI веке происходит радикальное изменение позиции католической церкви в обществе. До XI века католическая церковь – это такой ковчег, который живет в бурном море мира, катящегося в пропасть. Но вдруг в XI веке меняется самоощущение церковных людей. Они вдруг чувствуют себя не в оккупированном дьяволом мире, партизанами в оккупированном дьяволом мире. Они вдруг начинают чувствовать себя хозяевами этого мира, которые теперь должны бороться с очагами дьявольского сепаратизма. И католическая церковь начинает наступление, начинает движение для того, чтобы превратить весь мир в пак с христианом, в мир Христа. Это делают интеллектуалы, создавая средневековую философию, схоластику, призванную доказать язычникам, мусульманам, иудеям, что христианская вера – истина не только с точки зрения Библии, а с точки зрения разума. Но другое дело, удалось это или нет, это другой вопрос. Средневековые архитекторы создают единый облик Западной Европы, создавая готические соборы. И, наконец, римские бабы начинают распространять идею паломничества в Святую Землю. То есть христианину неплохо бы прикоснуться к тем святыням, которые, собственно, создали его веру. А для феодальной аристократии предлагается своеобразный ВИП паломничества, как не трудно догадаться, крестовый поход. Потому что крестовый поход в действительности был военной операцией, а формально был паломничеством. Паломничеством к святым местам. Только поскольку святые места находятся в руках сарацинов, нужно прийти туда с мечом, пробиться и сделать эти святые места достоянием христианства. И снова угадывается властная рука, которая управляет этой антикризисной транслокальной сетью. Это рука католической церкви, которая борется с светскими феодалами. И инструментом... То есть если светские феодалы контролируют территорию, что делает католическая церковь? Она создает транслокальную сеть, которая покрывает собой всю Западную Европу. И что теперь ей эти маленькие феодальные уделы? Когда... Когда в ее власти люди, которые перемещаются с места на место. Ну, католическая церковь... Могущество католической церкви ушло в прошлое после реформации Мартина Лютера. Вот Сергей сегодня упомянул, что вчера столетие праздновалось Великой Октябрьской социалистической революции, но 31 октября 17-го года... 31 октября 1517-го года Мартин Лютер начал реформацию. И в этом году вся прогрессивная общественность отмечает 500-летие революции Мартина Лютера. Так вот, благодаря усилиям Мартина Лютера и его сподвижников могущество католической церкви ушло в прошлое, но паломничества не прекратились. Что сделали, собственно, Мартин Лютер и его... Знаете, как говорил уже упомянутый сегодня Маркс про Лютера и про протестантов. Лютер превратил попов в мирян, то есть он лишил духовенства той власти, которая когда-то у него была, превратив мирян в попов, то есть превратив обычных людей, в общем-то, людей религиозно мотивированных. И тем самым, парадоксальным образом, в мире Западной Европы начала формироваться светская культура, то есть произошло то, что называется секуляризацией или обмерщением. Так вот, обмерщению подверглись и паломничества. В результате паломничества превратились в туристические поездки. Но если мы путешествуем, значит, это кому-то нужно. Хорошо известно, заканчивая свою лекцию, я скажу, что хорошо известно, что в организации туристической инфраструктуры участвует далеко не только бизнес, но и политики. То есть государство поддерживает вообще-то инфраструктуру туристическую. Это означает, что путешествия до сих пор остаются важным политическим фактором современного мира. И когда мы участвуем в путешествии, мы, возможно, невольно участвуем в чьей-то политической игре. Вот этим предупреждением я хочу закончить свою лекцию. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.